Дарья меня спрашивает. Как доводить до результата множество пройденных марафонов по саморазвитию и прочитанных книг? Чувство, что скорее бесконечный поток информации приводит в тупик ниже Катьку и Росту. Значит, что я вам скажу по этому поводу? Знания сами по себе ничего не стоят. Если эти знания не стали практикой, если вы не смогли эти знания применить в действительности, они ничего не стоят. Я могу теоретически знать, как ездить на велосипеде. Но я должен попробовать ездить на велосипеде. Я должен научиться держать координацию движений. Вот что работает. Я могу теоретически знать, как летает самолет. Так что самолет? Машина. Учился кто-то, нет? Вот учишься, все там нормально. Потом садишься, и у тебя все в ужас. А потом поездил-поездил, с ужасом поборолся-поборолся, навык сформировал, организм запомнил, мозг запомнил, как водить, как вести себя в разных ситуациях, с которыми водители оказываются. И все. И это стало частью вас. Знание должно стать частью вас. Поэтому онлайн-курс – это и что? Это как раз упражнение. Это практика, которую вы проходите. Это не просто теоретические знания. Я написал теоретические знания. Красную заблёдку же написал. Хорошая книжка. Сам себя не похваливаешь, никто не похвалит. Но хвалят я все. Это как кокетничаю. Но ее же надо превратить в практику. Я много раз слышал, что люди читали книгу, потом проходили КТ онлайн, проходили обучение в Академии смысла и говорили, господи, это вообще про другое написано. Конечно, потому что после того, как ты сделал упражнение и что-то получил на собственном опыте, у тебя мозг изменился, и свое восприятие того, с чем ты имеешь дело, меняется. Поэтому важно, чтобы скачок и развитие, нужна практика. Продолжение следует...